Всем привет, с вами Андрей, у нас ShutterPixel Dungeon, мы продолжаем прохождение воина, так сказать, его первый проход. Собственно, у нас в данный момент 13 силы, и у нас имеется вот такая вот экипировка. Из очарования носа у нас молнии, а тринька у нас хаотичная клубейщица, которая с 75 ходов кидает газ рандомный. Рядом с мобами она вот кинула холод, также до этого был огонь. Ну, в общем, веселая курильщица так включает рандом. А рядом с нами в основном кидает дезориентирующий туман. Нам бы в идеале перекусить что-нибудь. Давайте, наверное, перекусим. Пускай персонаж не ходит голодный. Опять же, у нас очень мало места. Давайте добежим до торговца, все лишнее толкнем. А, собственно, это оплетение, так называемый эффект проклятой палочки. Эффект проклятой палочки, которая вешает оплетение, но тут он еще, он более, скажем так, загрейжен, что ли. Более, все сильнее по площади. А наша задача купить дротик обязательно, но у нас нет места. Собственно, продаем лишнее. Десятый тир обязательно. Собственно, ручной топор продаем. Пасаем непонятно, потому что мы не смотрели их в милишном бою. Подбираем дротик. Также наша задача купить лагуз, опознание, магическая карта и превращение. Скорее всего, лагуз будет снятием проклятий, но у нас, опять же, нет возможности посмотреть. Давайте попробуем. Свитки, свитки. Да, снятие проклятий, как вы видите, у нас нет. Значит, лагуз, скорее всего, будет снятием проклятий. Потому что у торговца в большинстве случаев будет присутствовать опознание. Собственно, снятие проклятий. И свиток карты. У них, конечно же, будет разная цена, но факт в том, что они будут присутствовать у него в наличии. Собственно, давайте заберем исцеление. Все полностью. Почему я не взял ботинки? Потому что у меня буквально там три семечки лежат. Мне, конечно, они очень сильно помогли бы, но не сейчас. Скажем так. Тут есть двуручный меч, он достаточно тяжелый, 18 силы. В принципе, на текущий момент его можно продать. Потому что нам он пользы особо не даст. У него есть только на будущее, но на будущее, я думаю, мы что-нибудь еще найдем. Здесь с вами. А пока нам нарисовался скелет, давайте его просто обойдем. И он дал парализующий газ. Как ты его... Обратите внимание, парализующий газ парализовал меня. Обратите внимание, кстати, это тоже, судя по всему, оружие либо плюс один, либо нолик. Но, по крайней мере, оно не минусовое. Убьем его электричеством для того, чтобы он не мозолил нам глаза. Обратите внимание, тут это еще до сих пор не упало. Давайте заберем росинки. Собственно, двигаемся дальше. Видим еще одного скелета, но он... Но вот этого придется, скорее всего, убить. Это буран. Сейчас там все замерзли, к чертям собачьим. На самом деле, эта тринька вносит очень сильный рандом, потому что мы элементарно не успеваем порой. Главное, успевать реагировать на этот. На то, что она вкладывает. Обратите внимание, она тоже плюс один. Соответственно, мы можем нашему призраку отдать пока эту... Блин, триньку. Я что-то не то нажал. Пускай она у него будет. Вы помните, с той стороны у нас один скелет нарисовался, замороженный. Убили замороженного скелета. Собственно, сопротивление урона 100%, но это перекус. Он у нас очень сложный его поймать. Давайте на три хода возьмем. Призрак говорит, что уже могло вернуть этих мертвецов к жизни. Микромант какой-нибудь, что их обычный мертвецов к жизни возвращает. Что-то подсказывает вам, что на уровне немало тайников. Давайте поищем. Собственно, новая табличка, справочник. Это у нас век живи, век учись. Свой уровень равный номеру этажа. То есть, если у вас уровень выше номера этажа, соответственно, вы будете очень сильно проседать. То есть, видите, разработчик нам рекомендует номер этажа, номер уровня. Если вы выше, соответственно, вы неплохо идете. На самом деле призрак не совсем удобный. Ой, блин, это вода, кстати говоря. Водяной пар, это у нас вода. В большом объеме. Водяной пар, по сути, безвредный. Но он, зараза, очень-очень много воды раскладывает вокруг себя. Мы, кстати говоря, в упор попали по... Вару. Причем у нас оружие получается меткое. Мы не знаем, как это работает, но факт в том, что мы по нему попали и даже ни разу не промахнулись, что удивительно. Нам чудо, наша курильщица, дала дезориентирование. Соответственно, мы не сможем просто тупо забрать. Поэтому нам нужно ждать, пока эта дезориентация пройдет. На самом деле, я бы во что-нибудь превратил бы. Забираем сундук. Это куна и метательное оружие 13-го тира. Собственно, видим скелета. Давайте его убьем. Шаг назад сделаем. Для того, чтобы наш призрак тоже мог бить. Собственно, у нас присутствует ключ. Поэтому давайте откроем запертую дверь. Это алхимик. Отлично. У нас плюс 2 страницы на алхимию. Теперь мы знаем чуть больше по алхимии. То есть, нам рунные камни теперь открыли и про пищу рассказали. Еще у нас присутствует исцеление. Мы не знаем. Два зелия. Давайте одну из них расщепим. Вторую тоже расщепим. Это был огонь. Отлично. Наша задача сделать, собственно, усиленный огонь. Сделаем усиленный огонь. Сделали усиленный огонь. Я думаю, с призраком можно было бы даже вернуться до пираний. добежать, потому что я думаю, мы, в принципе, справились без пираний. Я не думаю, что они особо сильные. Жидкий металл расщепили. А, он у нас еще в основном металле добавился. Ну, не совсем удобный, конечно, но все-таки, ладно, не суть. У нас присутствует... Давайте вместе с вами прожмем их, для того, чтобы сделать свитки предсказаний, которые нам откроют информацию о предметах. У нас также присутствует грифель. Мы можем зачаровать нашу экипировку. Ну, давайте это сделаем. Это вода, судя по всему. Да, это амфибия. Руна амфибия ускоряет скорость передвижения по воде. Это шикарная руна. Нам очень сильно повезло. А где у нас пираний-то находится? Пираньи где? На шестом этаже? Серьезно? Блин, вы серьезно на шестом этаже? Да, судя по всему, пираньи на шестом этаже. Давайте заберем пираний. Ты просто издеваешься. На самом деле, откурильщица больше мешает, чем помогает. Давайте заберем пираний. Я думаю, с призраком это можно будет сделать. Вот еще и парализующий газ. Какая грязь, а? Кого он парализовал? Правильно, призрака. Кого он не парализовал? Правильно, пираньи. Блин, ну как же не везет, а? Ну, вы сами видите, что курильщица в нашем случае просто бесполезная. Полезная. Субтитры делал DimaTorzok Склянка льда, но вокруг тут вода, сейчас будет очень большой объем, тем самым мы можем, для нас водяные пары безопасные, поэтому мы можем смело двигаться. Вообще водяные пары очень классная вещь, они позволят нам... Собственно, это у нас защита холода, чтобы пройти текущую комнату, нам нужно использовать либо зелье холода, либо зелье экстракта водянистости, либо палочку холода. Если что-то у вас из этого есть, вы можете пройти эту комнату без проблем. Кидаем, собственно, ее. Также бросаем туда все мясо, для того, чтобы оно тоже приморозилось. Чтобы, как говорится, не терять. А, собственно, перезарядка, пролизующий газ. Давайте посмотрим, что у нас за свитки. Свиток телепортации. Телепортация неплохой свиток, позволит вам свалить. Если вас окружили, ну, для нас он будет не очень полезен. Знаете, что я не купил? Я не купил... Это у нас что такое было? Туман. Invisibility? Убили мы ДМа, нашли некроманта. С некроманта выпало зелье исцеления. Нашли стража. Мы по нему вообще ни разу не попали у нас. Попал в основном наш... Скелет, точнее, наш призывной моб. Мы нашли еще один артефакт. Это рукавник гильдии воров. На самом деле полезный артефакт. Единственная проблема в том, что нам его некуда класть. Поэтому для нас он, конечно, не очень нужная вещь. Очень много предметов, как вы понимаете. Главное не забыть его здесь, а то я ведь его могу и забыть здесь. Он скастовал траву, наши курильщицы. Тем самым у нас очень много травы появится вокруг. Трава это неплохо. Ментальное зрение. Да ты просто издеваешься, мне класть некуда. А на начале в этом вся большая проблема, потому что вам просто некуда все класть. У вас очень-очень мало места и очень много всего полезного вы можете с собой таскать. Поэтому тут... Собственно, мы достигли 12 уровня. Еще плюс одно. Я думаю, возьмем импульс, скорее всего. Для того, чтобы был шанс убить врага моментально. Собственно, нашли ДМа. И нам дали газ. Ну вот, на самом деле, это очень сильно мешает. Куда ты побежал? Это курильщица, она очень сильно, скорее, мешает, чем помогает. Потому что мы больше в минусе находимся от него, чем в плюсе. Собственно, у нас ноль энергии. Давайте расщепим парализующий газ. Давайте сделаем себе еду, для того, чтобы просто освободить одно место. Мясной пирог. У нас плюс одно место. У нас ноль опять энергии. Нам прям откровенно на энергию не везет. Давайте сделаем себе... Ну, тут можно сделать искажение. Но мы сделаем себе перемещение для начала. По крайней мере, у нас немножко освободилось место. И на том спасибо. Блин. У нас минус 2. Нам нужно сделать... Я не помню, как они делаются. Берем ненужный камень. Например, камень агрессии. И ненужная семечка. Например, собственно... Ну, это семечка телепортации, если не ошибаюсь. Грозовой лозы, да. Нам нужно 2 единицы энергии. Расщепляем рандомное семечко. Либо рандомный предмет. Который нам не понадобится. Это пускай будет у нас яд. У нас на мохо. Делаем себе трансмутацию. Трансмутация позволит нам... Во-первых, она в свитках лежит, что удобно. Продать короткий меч и, собственно, пластинчатую броню. Тем самым мы смогли... Можем сейчас вернуться. И купить ботинки. Также, помимо ботинок, у нас присутствует, как вы помните, пояс. Ну, пояс, скорее всего, мы сейчас можем продать. Это ДМ. Он бьет электричеством нашего товарища. Мы, собственно, убили. ДМА. Это обычный газ. Для нас он безопасен. На рукаве гильдии воров. Полезная вещь. Переходим на девятый уровень. Нам подсказывают, что нужно смотреть внимательнее подвиги. Давайте следовать этаж. Нашли перезарядку, нашли огонь. Ты бы нас еще в пустоту притянул. Я просто поржал бы над тобой. На самом деле... Да куда ты ушел? На самом деле, нам повезло, что он нас не... Не в пустоту притянул. Давайте поедим. Квозь чародея. На прах мертвеца. Это говорит... Да ты какой... Ой, какой же ты... Ты курильщица, это просто, я не знаю, какой-то пипец. Где ты увидел врага, чародей наш друг? Нахрена ты на него парализующий газ кидаешь? Неадекватная курильщица вообще, от слова совсем. Я понимаю, у тебя бы там была это... Какой-нибудь там действительно враг сложный, а это что? Нам говорят внимательнее смотреть подвиги, иначе очень много ловушек будет. Ты просто издеваешься, он парализовал всех. Ой, блин... Ну вот, видите, это курильщица скорее больше мешает, чем помогает, потому что порой она призывающая ловушка. Давайте ее активируем для того, чтобы моб появился. Появился еще один некромант. Давайте его побьем. Собственно, некромант закончился. А, собственно, дополнительная подсказочка от разработчика. Отстой ровно. Исход зависит от силы экипировки и от хорошей стратегии. Если не хотите, что у вас окружили, выбирайте правильное место для боя. Узкие коридоры враги сможет толковать по одному. Двери, неожиданные удары и столбы. Впрочем, не стоит сбоить окружение. Высокая трава, ловушки, вода дают преимущество в бою. Собственно, нашли хрустальный ключ. Но там нас, как видите, смотрит ДМ. Нашли свиток улучшения. Также замораживающая ловушка и электро. Также ловушка газ и, собственно, отравляющая. Очень много ловушек свеженьких. Обратите внимание, нам говорят, что тут деревянная баррикада. И нам нужно будет именно ее сжечь, потому что я... Вот здесь вот, вы видите, белый кулачочек. Это говорит о том, что именно там наш квестовый предмет, который нам нужно будет забрать. Семи-магра-за, одно из самых полезных семечек, которые присутствуют здесь. Давайте посмотрим. Это не мимик, потому что он бы активировался уже давно, если он был бы мимиком. Потому что мы били электричеством. Электроловушка, собственно, и замораживающая. Страж. Куда? А что вы понимали, он... Я думал, он кастанул коррозию, он кастанул огонь. Короче говоря, не курильщица, а какие-то проблемы сплошные. Ну как ты меня увидела? Ну что ж ты будешь делать, а? Блин, это просто пипец. Да как ты меня опять подожгла? Ой, блин. Не курильщица, а сплошные проблемы. Честное слово. Это парализующий газ. Мы нашли еще одно изделие силы. Давайте его выпьем для того, чтобы больше дамага наносить. Мы получили 14 единиц силы. Урона, правда, у нас больше не стало от этого, но все-таки. Ну, по идее, мы чуть больше должны наносить дамага, и чуть больше у нас ХЛП должно быть при получении силы. Собственно, у нас присутствует в наличии один ключ, хрустальный и один железный. Значит, мы сможем, скорее всего... Ну, давай, притяни меня в пустоту, я просто поржу. Не, не хочешь? А я думал, ты меня в пустоту притянишь. Какая же там же еще и электрическая ловушка была. Собственно, два сундука. Один из них артефакт, но у нас уже этих артефактов как грязи. Второе, это у нас палочка. Мы выбираем палочку для того, чтобы просто она была. Единственное, у нас нет места, поэтому нам нужно будет сделать следующим образом. Мы просто берем и... Что ты делаешь, а? Какой же ты идиот, а? Вот эта курильщица нам просто очень сильно мешает, скорее, чем помогает. Потому что... Надо будет ее убирать. Чтобы ее убрать, нам нужно просто его во что-то превратить будет в другое. Предмет будет рандомный, но все-таки, я надеюсь, что он будет лучше, чем текущая курильщица. Она иногда нам помогает, например, такими же водяными парами. Но иногда очень сильно мешает. Вот, например, сейчас она нам помогла, потому что она нам траву накидала. Но, опять же, нам трава будет бесполезна, потому что нам нужно подпирать двери и поджигать. А из-за того, что нам призрак очень сильно мешает, это мы бросим. Наша задача кинуть огонь в самый-самый конец. Сейчас все подгорит и все сгорит примерно вот до верха. Соответственно, просто ждем. Ну, забираем сейчас еще одну палочку. У нас, собственно, два места. Давайте заберем палочку. Почему палочку? Потому что, ну, артефакт мы, скорее всего, что-нибудь превратим. У нас... Порча. Порча не самая полезная. Палочка. Но все-таки давайте посмотрим, что она из себя представляет. Порча не проклятая. Давайте посмотрим количество зарядов. Два, три, три. Это говорит о том, что палочка у нас на плюс один. А у нас нет места. А, собственно, поэтому нам нужно от чего-то избавиться. Давайте посмотрим, от чего мы могли бы избавиться. Что мы могли бы выкинуть. Давайте просто выкинем что-нибудь лишнее, ненужное. Здравствуйте, страж. Спасибо, что нас подтянули. А это водяные пары, они для нас безопасные. Давайте выкинем палочку порчи. А здесь у нас нету этого алхимика где-нибудь поблизости. Алхимик у нас на восьмом уровне, да? У нас еще, кстати, колодец есть. Я думаю, давайте вместе с вами сделаем следующим образом. Мы применим трансмутацию на рукавни гильдии воров. Мы его уничтожили, мы выкинем палочку. Пускай она летит. Также мы выкинем пустофрукт. Чтобы он просто нам освободил место. Давайте убьем скелетов. Убили скелетов. Как вы видите, нам очень сильно повезло, что нам скелет сразу заблокировал дорогу. Призраков, кстати, очень много появляется. Что прямо удивительно. Призраков вышел. Давайте заберем палочку. Это будет палочка ударная. Ударная. Тут есть палочка трансфузии, но она, на мой взгляд, не самая полезная. Правда, против нежити она полезная, но против... Ну, либо если вы играете через союзника, она полезная. Мы выбираем палочку взрывной волны для того, чтобы подталкивать врагов. Подталкивать врагов. Плюс она еще и плюс два. То есть там вообще разлет будет ого-го. Давайте пробежимся, где там наш некромант. Собственно, скелет мы видим, а вот некроманта что-то не видим. Головокружение. Вот опять же, наш газ нас подставляет. Мы из-за этого газа должны тупо стоять, потому что мы тупо не сможем бегать. Видите, да, то есть у него обманные маневры идут. Ну, тут, скорее всего, по единичке золото будет. Ну, может, если нам повезет, может, что-нибудь еще выпадет. Очень хорошо работает с удачей. Если у вас есть бонус удачи, она очень-очень сильно работает. А также, я думаю, добежать до... Смотрите, монет тут еще присутствует. Это холод. Ну, ему уже хана в любом случае. Он этого еще и не понимает. Там два некроманта, обратите внимание. Один некромант. Второй некромант. Сейчас еще сюда подойдет темный страж. Он тоже, скорее всего, замерзнет. Не обратите внимания, он не замерз. Ему не хватило, видимо. Забили двух некромантов. Получили с них опыт. Добежали, забрали еще один свиток опознания. Говорит о том, что мы можем еще прозвонить предметы. А для этого нам нужно использовать... Включили сигнализацию. На уровень. Это говорит о том, что сейчас сюда прибегут очень большое количество мобов на текущую локацию. Но нам не важно. Мы бежим к торговцу, покупаем у него то, что мы можем купить. А именно ботинки. Нас интересует очень сильно. Также можно было бы... Но опять же у нас нет. Видим еще одного вора. И нам дали землю. Земля нас укоренила. Наша задача добежать до... Собственно... Да, видите, у меня точность прям капец какая по нему, по этому вору. Газ. Самый начальный, самый базовый. Два урона, потому что он нам наносит. То есть это самый-самый базовый газ. Мы добежали до шестого уровня. Давайте заберем... Скелета мы трогать не будем. Пускай он отдыхает. Ему еще вслед здесь дезориентацию кинули, чтобы он не скучал. На самом деле дезориентация в теории даже может быть полезной. Опять же, только теория. Карта... Давайте заберем ботинки. Наденем ботинки. Собственно, свиток рассеивания чар. У нас за 70 голды можно купить еще трансмутацию, либо что-то похожее. Например, какое-нибудь опознание. Либо рассеивание. Либо вот... А, превращение нам денег не хватит. Ну, понятно, превращение, значит, мы не трогаем. Можно взять еще опознание. Мне еще раз распознать все остальное. Сколько по монетам? 300. Семьдесят и триста. Сложно сказать. Давайте, наверное... Хотя, а где мы энергию возьмем? Да, давайте просто возьмем трансмутацию и пойдем вверх. Тут есть баланс, но нам пока нечего балансировать. Его хотелось бы взять, но нам нечего балансировать. Тут есть метательное оружие, но для нас оно... У нас и так генетарь весь забит. Нам некуда его брать. Поэтому просто возвращаемся наверх. По возможности 14 уровень шлепнуть. Какая грязь. Это парализация. На самом деле ужасный газ, потому что оно рандомное. Из-за этого непонятно, что он из себя будет представлять. Сандалии, по идее, должны расти, когда заряжаться. Имеется в виду, когда вы, собственно, ходите по траве. Давайте их перезарядим. На самом деле, сандалии крайне полезные ботинки, но у нас... Так, наверное, последняя будет скорость. Да, последняя будет скорость. Значит, первая будет земля. Потом будет холод. Потом... А, третья. Мага-роза. На самом деле, мага-роза крайне полезная хреновина. Ей все-таки скорость взять. Но нам пока мага-роза не нужна. Мага-роза нужна на уровне пещеры, потому что там ядовитый паук. Он вас постоянно будет ядом бить. И мага-роза, она очень сильно в этом вопросе поможет. Поэтому давайте воспользуемся пока скоростью. Скорость, она более универсальная. Нам нечего опознать, как вы видите. У нас все опознано. Давайте просто загазать. Зайдем сюда. Для того, чтобы просто все увидеть, все опознать. И просто побежим для того, чтобы просто она здесь не оставалась. Да что ты будешь делать? Это каразин и газ. Чтобы вы понимали. Нормально. То есть я еще с плюс один не попадаю. Учитывая то, что это меткое оружие. Собственно, можно что-то расщепить. Давайте пока мы алхимик рядышком, что-нибудь расщепим. Например, ментальное зрение развеем. И что-нибудь сейчас сделаем. Например, у нас как раз один свиток есть. Давайте сделаем из него предсказание. И еще что-то распознаем. То, что мы не знаем. Собственно, свиток и три кольца. Нам подсказало то, что мы опознали все виды зельев и все виды свитков за один забег. То есть мы распознали то, что нам нужно уже распознать по минимуму. Некромант, отлично. И он включил газ. Какая грязь. Ну, некромант, скорее всего, не загорится, потому что он находится в воде. Но сам факт того, что он... Обратите внимание, некромант, урон наносится. Хотя он стоит в воде. То есть тут как бы замкнутая система получается. Из-за того, что газ огненный, у нас получается бушующее пламя, скорее всего. Сейчас я посмотрю, как это точно называется. А, у меня нет этого еще, да? Да, у меня на следующий здесь зелье появится. Здесь пока он только свитки свободны. Скорее всего, что-то подобие бушующего пламени, грейженый огонь. Хорошо, что здесь не холод, а то бы зелье просто расщепилось бы. Давайте подождем, заберем зелье. Зелье исцеления. Еще один некромант. Начинаем его бить. Убили некроманта. Нам бы еще плюс одного некроманта убить. Для того, чтобы хотя бы... ...плюс один уровень получить. Собственно, тут достаточно маленький уровень. Нам показывают, что здесь очень-очень... ...малая. А, вот враг. Страж, давайте его убьем. Это каркоразийный газ. Страж, скорее всего, сам погибнет. Да, как вы видите, страж сам погиб. Собственно, мы не можем пока прокачивать, потому что нам нужно убить босса и открыть. Ну вот, собственно, 14-й, я думаю, можно двигаться дальше. На этом, я думаю, мы пока закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok